мастурбация целые учебники обреди мастурбации у меня миллион фотографий которые точно не нужно аудитории показывать инфекции которые передаются половым путем что я с друзьями ходил в баню и допустим гонорея и фламидия попала с помощью мочалки полезно ли обрезание и как увеличить размер полового члена с большой половой член ее ощущения станут лучше сегодня горячие вопросы с топовым урологом михаилом васильевичем крыштопой это канал хэксплойер я андрей березовский и все ваши вопросы задавайте в описании если вам интересна эта тема досмотрите видео до конца если вам есть 18 плюс добро пожаловать если нет сразу закроем это видео потому что сегодня серьезные вопросы серьезным урологом и так интимные вопросы оральный секс без презерватива какие риски я возьму такую такую легкую театральную паузу в том плане что я расскажу вам о том как я совместно со своими коллегами лор врачами провел очень интересные исследования мы взяли группу девушек активно живущих половой жизнью и я как уролог брал у них мазочки урогенитальные мои коллеги лор врачи брали мазочки с миндалин из горла оказалось что урогенитальных возбудителей гораздо больше не в половых органах а в миндалинов и в полости рта поэтому друзья когда вы занимаетесь сексом со своим партнером без защиты вы должны помнить о том что в полости рта все может быть гораздо серьезней чем в половых органах поэтому тут вопрос уже чистоты доверия к сожалению хочу вас огорчить риск заразиться при оральном сексе существенно выше чем при традиционном друзья вот так себе отметят риск значительно выше даже не какие есть варианты просто риск даже значительно выше конечно вы должны понимать что наши замечательные красиво очаровательные девушки гораздо серьезнее относятся в плане защиты при традиционном сексе потому что не думают поверьте не только о вашей защите а сколько тоже не хотят получить негативную беременность чем при оральном это приводит тому что полоз рта становится более активным опасным источником для вас инфекции чем полу как тут прямо я смотрю на вопрос и вижу понимаю старые анекдоты есть такой термин зппп заболевание переключится половым путем так вот если такой такие заболевания которые передаются половым путем без полового акта то есть это какие-то полотенца унитаз это так такой есть но наверно я мог бы объяснить что я друзьями ходил в баню и допустим там я знаю хонореи хламидия попала с помощью мочалки и так далее друзья ну конечно все возможно бактерии и возбудители враги генитальные но теоретически могут передаваться если мы сейчас говорим о бактериальной флоре неовирусной при контакте допустим с кем-то с использованием какие-то свежие гены но это на самом деле мало гораздо более вероятно подумать о том что есть очень грозные заболевания невероятно грозные например где гепатит b который гораздо более серьезней чем сегодня наш коронавирус о котором мы говорили от гепатита b умирает к сожалению в нашей стране и в мире гораздо больше людей но об этой проблеме мы не говорим это проблема которую можно контролировать с помощью вакцинации тоже это проблема как вич который сейчас спрятался как айсберг спрятан на самом деле вокруг нас эти вирусные заболевания конечно же далеко не всегда передаются именно половым путем маникюрный салон парикмахерская стоматолог вопросы правильная дезинфекция инструменты которые используются при контакте с кровью к сожалению может привести и у меня есть мои пациенты которые заболели этими заболеваниями точно не полным путем но это уже вопрос чистоты контроля выбора а если мы говорим допустим о гонореи или сифилизе а классики маловероятно то есть на уровне анекдота так это остается история давайте обрезание дайте плюсы и есть ли минусы приводит мальчика врачу и против делать обрезание она расспрашивает ну для чего это нужно мама речь но во-первых это красиво на друзья я хочу сказать что я думаю что это на самом деле красиво я вижу мужчин который я выполнил операцию циркумцизе обрезания я вижу что через определенное время их полового органа выглядят но мягко более впечатляет вы прекрасно знаете что есть замечательный праздник обрезание иисуса христа на море отмечает наша православная церковь и только а плюсов обрезанный мужчина как правило не заболеет раком головочкена но на мой взгляд это очень круто слушайте это серьезно серьезный аргумент вероятнее всего папиллома вирус не будет на 2 лет хотя сегодня уже есть как мы знаем вакцина которая защитит нас и вас всех от вашей члены риск заболеть орогенитальными заболеваниями у него существенно меньше чем у необрезанного мужчины в обрезании плохое только одно неправильно проведенное обрезание я сталкиваюсь часто с ситуациями когда по различным ритуальным религиозным соображениям проводилось обрезание выполнено было достаточно больше удаления крайней плоти чем нужно у меня миллион фотографий которые точно не нужно аудитории показывать а где-то дюху строящие мы делали потом пластики брали под руку там с машинки само по себе обрезание если она выполнена и проведена не дает никаких негативных последствий и ничего плохого там нет я не призываю всех обрезаться но наверное в этом есть очень рациональное зерно друзья смотрите то есть вроде как и исторические корни и умеет но опять же качество обрезания качество процедуры качество хирурга крайне важно и знайте об этом потому что есть действительно моменты когда лучше лучше не делать до слава богу так друзья любимая тема размер скажите вот как доктор вот какой считается средний размер полового члена размеры полового члена и длина полового члена если мы говорим о эстетике это одно а если мы говорим о функционале это совершенно другой дело в том что наша задача мужчины как сексуального партнера для нас самое важное нам нужно оплодотворить партнера мы должны размножаться мы должны размножаться постоянно но при этом если наш партнер не получит удовлетворение от полу а то если у девушки не будет оргазма мы будем не 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 настолько эффективны в полу как показала статистика и анализ корреляции количество оргазма у партнеров у девушек и размеров и длины полу члена ее нет о большой половой член иногда даже вызывает проблемы при полома чем член ну там скажем более меньше размеров поэтому друзья не стесняйтесь размера ваших половых органов скажем так если ваш половой член два сантиметра это проблема но если мы сейчас плавно перейдем вопрос почему до сантиметра я сейчас постараюсь объяснить можно ли сделать не будет 8 больше да то это уже второй сейчас мы сейчас об этом и поговорим но дело в том что в среднем я не знаю 6 7 8 10 12 15 это все нормально у вас нормальные половые органы двигайтесь вперед покоряйте своих партнеров и назад тоже кстати доставляйте им удовольствие будьте друг другу дорожелательные радостные все будет хорошо так увеличение полового члена когда показано можно ли просто так прийти при то есть как вы относитесь к тем мужчинам который приходит с нормальным с медицинской точки зрения средним половым членом и который хочет увидеть увеличить размер это первый вопрос и в нем сразу же какие границы вот этой процедуры увеличения давайте так иногда бывает очень маленький вручную иногда приобретенная парень занимается спортом он бодибилдер он употребляет там стероиды качается и вдруг она обнаружила шире очень маленький половой член который был нормально он не был допустим если там 12 сантиметров а сегодня у него два сантиметра он прям так может быть он в шоке он огромный на фоне его размера он еще меньше проблема уменьшения эволюционное уменьшение полового члена заключается в том что я напомню то что я говорил в первой части нашего общения посмотрите этот ролик эрекции эрекции должны быть практически каждую ночь каждое утро эти эрекции сохраняют и поддерживают объем карьеру тел как только в результате нарушения гормонального фона приводит к тому что эти эрекции пропадают и половый член начинает невероятно быстро уменьшаться вначале себя и решение это вопроса лежит уже на плечах уролога андролога для того чтобы во первых вернуть эти эрекции восстановить объем и форму ковернодных тел и решить проблему для этого мы используем методы лекарственной терапии аппаратной терапии хирургическое вмешательство но если мы говорим о мужчине у которого ну скажем так относительно все окей но хочет его членов больше да для этого тоже у нас есть предложение для этого выполняется хирургическая операция которая его удлиняют насколько смотрите но друзья приблизительно процентов 40 полового члена спрятано в тазу он закреплен за счет связок благодаря этим связкам во время эрекции он стоит жестко он не болтает во все стороны он четко готов решить поставленные задачи мы пересекаем связочки выдвигаем половочлен ковернодные тела таким образом получили выдвигается он становится длиннее мы фиксируем дополнительно его и у мужчины получили становится несколько больше добавить от двух до четырех сантиметров вполне реально при этом мы еще используем там некоторые аппаратные методы потренировали личные получили чтобы он сохранял свою форму есть конечно более радикальное решение если уже возникла большая проблема но например автомобиль для травм до периодом костей до за нарушение иннервации половой члена различные бывают варианты как это уже эрекцию с помощью препарата таблеток инъекции вернуть не получается в этой ситуации мы проводим фаллопротезирование такой метод когда мы в ковернозное дело устанавливаем два цилиндра под лобок мы устанавливаем специальную емкость это все соединяется с помощью гидравлики специальными трубочками это все эстетично это все внутри мы ничего не видим наш партнер не заметит что он установлен по лобочками выглядит обычно в области мошонки устанавливается специальный клапан и при нажатии этого клапана из емкости которая спрятана под лобком специальная жидкость перекачивается в коронавирус лобок и эрекция. Мужчина совершает полноценный половой аппарат. У него есть эякуляция, у него есть все ощущения но при этом эрекция у него не проходит при нажатии на эту кнопочку проходит эрекция мы таким образом возвращаем мужчин к половой активности я скажу друзья так на самом деле если мужчина хочет оставаться мужчиной нерешаемых проблем нет он будет мужчиной от рождения ну и сколько бог ему отвел то есть это какая-то дискриминация просто вы делаете он же может без конца и бескрайен он будет у меня есть один мой пациент он пожилой мужчина он живет в европе он женат на супругу красивой супругу зовут барбара он женат на достаточно молодой женщине он так сложилось он будучи уже в преклонном возрасте купил остров виллу он там живет у него все хорошо я общаюсь последний раз с ним и с его супругой мне его супруга сказала у меня есть проблема большая где кнопка большая ури где кнопка он хорошо знает где кнопка но он забывает на сегодня был половой акт и он может у нас повторяется несколько раз не но другой стороны это прекрасно почему урологом постоянно задают вопрос по мастурбацию мастурбация это такой вопрос который наверное стал острым у нас и остается острым после таких знаете осколков наверно во первых постсоветским даром и потому что во время советской медицины мастурбация была вредной мастурбация была невероятно опасной и мастурбация считалась фактором который негативно нарушал психику человек писали целые учебники о вреде мастурбации деток били по рукам взрослых там не знаю обвиняли во всяких грехах друзья мастурбация полезно полезно она не вредна она полезна мастурбация развивает ощущение мастурбация развивает и контролирует если мы говорим о мужчина работу и функцию полового члена у девушек она позволяет добиться того что при половой активности ее ощущения станут лучше она лучше контролирует оргазм потому что проблема она размине и проблема отсутствия оргазма у девушек на самом деле она очень серьезная и в этом плане в том числе и мастурбация это помогает решить есть только один минус 1 20 какой это так называемая патологическая мастурбация это когда человек настолько увлечен этой мастурбацией что не знаю там пять шесть раз в день это ежедневно происходит он зависим он там я не знаю сидит там в порнохабе и он скажем так социально уже не живет половой но с другой стороны это ему выбор да собственно говоря у него поэтому прям сказать что это драма я бы не сказал вреда его здоровью это не даст это принесет некоторые изменения в его психоэмоциональным эмоциональном состоянии но скажем так мастурбация в плане обычной физиологии это нормально не стесняйтесь это нормально друзья